Всем привет и Smobat решил меня побаловать и прислать мне новые наушники. Это уже вакуумные наушники, то что мне нравится и то что я смогу реально оценить и пользоваться в дальнейшем. Это у нас моделька Smobat Proto 1.0 и плюс к ним драйвера. Как всегда у нас в комплекте лежит такой приятный на ощупь что-то наподобие кожи, кожзама, чехольчик. Он у нас здесь на пружинках, так что все достойно. Сами наушники. Проводочек такой же как и от прошлой модели, он тоже мягкий, что-то наподобие силиконового. Здесь у нас джек идет неразборный, позолоченный и коннекторы красный и прозрачный. Конечно же этот бегунок, который позволяет вам менять размер между ушами. В комплекте, как вы видите, у нас есть сами наушники. Там они уже в сборе, с драйверами и с амбушюрами. Амбушюры также еще есть. В комплекте еще две пары, которые, в общем, наверное, скорее всего здесь у нас стоит S, M стоят уже на самих наушниках и L есть. Но при этом есть еще такие цветные сеточки. Сейчас мы до них тоже дойдем. Сеточки у нас используются вот здесь, то есть эту сеточку можно вытащить и поменять на другого цвета, если вдруг вам не нравится то, что стоит изначально золотая какая-нибудь. У амбушюра, если снять, то там внутри где-то глубоко есть сеточка, то есть не как мы привыкли, что сеточка идет здесь вот к краю прям, то она где-то там прям очень глубоко. Ну и как видите никаких нету бортиков, на которых обычно держится амбушюра. Просто вставляется и все. Сам наушник такого, ну не маленького размера, очень похоже на то, что он как будто беспроводной, да, то есть с аккумулятором, но нет, здесь именно простой наушник с хорошим драйвером. В стоке стоит драйвер на 16 Ом и который выдает от 10 до 22 килогерц. Также в комплекте для удобства у нас есть такой маленький пинцетик, чтобы что-то поменять. Сверху вот эта крышечка снимается и там мы видим наш драйвер. Как всегда у нас опять коннектор простой, то есть все, вся замена она в общем-то проста, то есть берем пинцетик и вытаскиваем наш драйвер. В комплекте идет зеленый драйвер на 10 миллиметров, как я и говорил, и внутри у нас вот так все выглядит. И еще мне сразу же прислали драйвера улучшенные. Вот такие синенькие. Они по идее тоже 16 Ом и ничего в общем-то сверхъестественного в них нету. Если кому интересно вот такая АЧХ. Дальше я перейду к прослушиванию наушников, вернее драйверов, которые были в комплекте и скорее всего поменяю на то, что мне отдельно прислали и сравню что да как. Вот такой драйвер стоит изначально, а вот такой драйвер мне прислали на замену. Вот так выглядит внутри сеточки. Также на самой крышечке тоже есть сеточка. Посмотрел инструкцию и оказывается, что вот эти фильтры они ставятся вот сюда прямо в наушник. Единственное вот эти все четыре у меня не подошли, они все вываливались, подошли только вот эти синенькие. Ну не знаю, сейчас пойду слушать. Ну что ж, прослушав несколько часов музыку, я понял, что данные наушники намного удобнее, чем первая версия, которая у меня была. Все-таки это внутриканальные, но все же мне не понравилось то, что сам наушник вставляется вот таким образом, а не как обычно проводком вниз. Это внесло все-таки какой-то дискомфорт в прослушивании, но здесь у меня уже уши не болят, то есть все слушается отлично. Из минусов вот эта сеточка только синенькая подошла из комплекта. Не знаю, насколько она вообще нужно менять, но в общем можно поменять на другого цвета. В остальном наушники, динамики, которые были отдельно мне присланы, ну да, они получше играют, мне показалось. Вообще весь звук это субъективное мнение, то есть все слышат по-разному, у всех разный слух, то есть ну мне показалось, что да, получше. Но стоит ли переплачивать и покупать их отдельно, я не могу сказать. Это вот уже вопрос к меломанам, которые прям помешаны на звуке и готовы покупать такие наушники за там 70-80 долларов. Я честно наверное не готов купить наушники за 70-80 долларов, которые у нас по джеку и с таким расположением провода, то что он идет вверх. Это мне вот прям не понравилось. По звуку звук хороший, прям очень хороший. Единственное вам придется качать либо хороший флаг откуда-то, либо слушать даже потоковое видео в очень хорошем качестве, но для этого придется где-то получить очень быстрый интернет. Ну не все мобильные интернеты везде хорошо ловятся, так что домашних условиях это без проблем. По Wi-Fi все суперски. Если где-то в дороге, то вот уже начинаются проблемы, либо надо прям качать музыку в хорошем качестве. Ссылочка на них оставлю под видео, вас жду лайки. Всем пока!